Партнер программы сеть детских клубов Я смотрю, все уже на месте. Здравствуйте, ребята! Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Света, а вас? Ваня. Варя и? Ваня. Очень приятно. Ребята, я смотрю, что вы нашли себе занятие в то время, пока я добиралась к вам, рассматривали картинки. Сейчас самое время рассказать нашим маленьким телезрителям, где мы с вами сегодня оказались. Ребята, это страна безопасности. А вы знаете, что это за место? Нет. Нет. Давайте присядем, я вам и телезрителям нашим расскажу. Итак, ребята, это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении четырех дней мы будем учить простые правила безопасного поведения практически в любой ситуации. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный, поскольку это конкурс, то в конце соревнования определится победитель, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка не останется. Ребят, вы уже 30-я команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Конкурс наш длится 4 дня, и в конце каждого из дней мы будем подводить итоги. Темой всех четырех соревнований, ребята, будут правила поведения в экстренных ситуациях. Таких, которые могут плохим образом повлиять на жизнь и здоровье человека. И наша с вами главная задача, чтобы вы узнали как можно больше о правилах поведения. Пусть даже они вам и не пригодятся, но вы должны будете оказать, уметь оказать помощь человеку, если вдруг ему понадобится эта помощь. Договорились мы с вами? Очень внимательно все слушаем. Ну что ж, тогда самое время переступить к нашему первому конкурсу. Поскольку сегодня первый день соревнований, ничего сложного я вам предлагать не буду. Начнем отгадывать загадки. Любите отгадывать загадки? Хорошо. Итак, ребята, я буду вам читать загадку, а отгадка есть у вас на стенде. Вы на скорость должны отыскать эту отгадку и принести мне. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. И одна фишка еще достанется тому, кто справится быстрее соперника. Кстати, ребята, все отгадки объединяет одна общая деталь. И тому из вас, кто в конце этого конкурса сможет назвать эту деталь, я дам еще две фишки. Так что будьте внимательны. Итак, первая загадка. Мы землю глубоко копаем, и в глубине земли мы людям уголь добываем, чтобы дом топить могли. Побежали! Так, одинаковую отгадку принесли. Ребят, кто это у нас? Присаживайтесь. Кто это? На букву Ш начинается это слово. Шафел. Шафер. Как же шафер может уголь добывать? Ша-х. Шахтер, ребята, шахтер. Так, ну что, отгадку принесли правильно, но не смогли назвать профессию. Поэтому я вам вручу по фишке, но за скорость никому не дам. Хорошо, потому что немножко я вам помогла. Держите. По одной. И ванчики одну. Так, вы, пожалуйста, ребят, в следующий раз я вам фишку не дам, если вы не сможете мне назвать слово отгадку. Хорошо? Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вторая загадка. В школе учит он детей. Строг, но все прощает. Помогает стать умней. Все он объясняет. Побежали. Молодцы, ребята. Учитель. Учитель, конечно. Ванечка, Варя тебя на долю секунды опередила, поэтому две фишки за правильный ответ и за скорость достаются ей, и одна тебе. Не забывайте, пожалуйста, про скорость в этом конкурсе. Итак, третья загадка. Среди облаков на высоте мы дружно строим новый дом, чтобы в тепле и красоте счастливо жили люди в нем. Побежали. Строитель. Правильно, ребята, это строитель. Так, снова Варя была быстрее, поэтому ей, Вань, две фишки, а тебе одна. Держи. Итак, ребята, последняя загадка. Будьте внимательны. Конструирует машины, корабли, станки, игрушки, небоскребов всех махины, самолеты, краны, пушки и решит любой пример. Дети, это... Побежали. Кто это? Варя не прислушалась к моему совету. Магнитик сдвинуть, чтобы он не падал. Ребят, картинку... Присядьте, пожалуйста. Картинку вы мне принесли правильно, а теперь назовите мне. Человек какой профессии это, дети? Который все конструирует? Который шофер. 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 Нет. Нет, ну кто конструирует машины, корабли, станки, разве шофер? Давайте я вам подскажу. Слово-отгадка начинается на букву И, а заканчивается буквой Р. И... Так, дети, останутся у меня фишки, если не ответить сейчас. Кто это? И... Ин... Ж... Нет! Инженер. Инженер. Я пик. С моей подсказкой. Ну ладно. Инженер. Ладно, все-таки дам я вам по одной фишке, а так и быть. Держите. И тебе фишка. Все, ребят, в первом конкурсе загадки закончились. Конкурс итоги его мы подведем чуточку позже. Сейчас, как я обещала, у вас еще есть возможность заработать две фишки. Ребята, общая деталь, о которой я говорила, которая объединяет все слова-отгадки. Кто сможет мне ответить? Что объединяет все отгадки? Что является общим для всех отгадок? Всяким профессиям. Правильно, Ваня, абсолютно верно. Слова-отгадки это профессии людей. Молодец. Ну вот, ты наверстал то, что Варя тебя по скорости опережала. Теперь две фишки тебе. Молодец, догадался. Одна из картинок, которые остались у вас на стенде, не подготовила я ее не случайно. Это многоэтажный дом. Давайте подойдем к этой картинке. Давайте. Ребята, посмотрите на картинку и скажите мне, что обязательно должно быть в каждом многоэтажном доме? Куда? Двери. Двери. Двери, подъезды должны быть, да? Ребят, что еще обязательно? Посмотрите, на картинке есть изображение. Что это такое? Труба. Труба. Водосточная труба. Ребят, все эти элементы, которые мы назвали, это, они находятся на фасаде здания. А фасад это лицо, это наружная сторона многоэтажного дома. Казалось бы, какая опасность может подстерегать нас у фасада? Но, ребята, на самом деле опасность есть. И сейчас более подробно о ней нам расскажет эксперт по безопасности, из МЧС. Мария Александровна, поворачивайтесь, вот так, чтобы было вам видно. Вот, Мария Александровна вышла уже с нами на связь. Ребята, привет! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Гуляя по тротуару, каждый из нас обращает свое внимание на фасады домов, украшающие улицы города. Однако нередко случается, что они приносят и неприятности, опасные для жизни и здоровья людей. Пространство возле домов опасно из-за возможного падения разрушающихся лепных украшений и кусков штукатурки с фасада и крыши зданий, а также во время схода снега с крыш и падения сосулек. Если, проходя по тротуару, вы услышали крик или идущий сверху звук, немедленно отпрыгните как можно дальше от дома. Если вы находитесь от него слишком близко, вплотную прижмитесь к стене, где от падающих предметов вас могут защитить балконы, карнизы, навесы и другие выступы. Голову закройте руками или сумкой. Если вы видите перегороженный лентой участок тротуара, не пытайтесь сократить путь, подлезая под ограждение. Насторожить вас также должны лежащие на дороге свежий лед, снег или осколки стены дома. Ребята, запомните, чтобы избежать неприятностей, прогуливаясь вдоль домов, держитесь на расстоянии от стен и балконов, а также обращайте свое внимание на их целостность. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Спасибо! Ребята, это еще не все испытания на сегодня, которые я приготовила для вас. Впереди финальный конкурс и тому из вас, кто внимательно сейчас слушал Марию Александровну, справиться с задачей будет очень даже легко. Условия таковы. Я буду читать вам высказывание. Оно может быть правильным и неправильным. И даю вам карточки, одну красную и зеленую. Если вы согласны с высказыванием, то вы поднимаете зеленую карточку. Если не согласны, считаете ее неправильной, поднимаете красную. Да, каждый правильный ответ будет стоить две фишки. И одна фишка тому, кто справится быстрее. Начинаем. Первое высказывание. Ходить под балконами многоэтажных домов абсолютно безопасно. Правильно, ребят, правильно. Чуть-чуть быстрее был Ваня. Ваня три фишки и две фишки варь тебе за правильный ответ. Держи, Ваня, твои. Держи, Варечка, твои две. Слушаем второе высказывание. Самое безопасное место – это тротуар и асфальтированные пешеходные дорожки около дома. Варя права. Вань, Варя – это действительно самые безопасные места. Варя – молодец. Получаешь две фишки за правильный ответ. И быстрый ответ, поэтому три фишки. Будь внимателен, Ваня. Следующее высказывание. Пространство около дома опасно осыпанием штукатурки и падением сосулек. Правильно, Варя. Ванечка, это действительно опасно. Опасно около дома пространства, когда сыпется штукатурка и падают сосульки. Да, я все дома осморяжу. Молодец, Варя. Держи свои фишечки. Вань, последнее высказывание, последняя возможность сегодня заработать фишки. Соберись. Если вы видите перегороженный лентой участок тротуара, можно сократить путь, подлезая под ограждение. Правильно, молодцы. Но на этот раз вот мобилизировался Ваня, ответил, мало того, что правильно, так еще и быстрее Варя. Поэтому тебе три фишки и две фишки Варя тебе за правильный ответ. Сейчас и проверим, Варя, потому что на сегодня конкурсы все закончились, и вам осталось, ребят, только посчитать, сколько фишек в первый день вы заработали. Да. Сосчитайте, кто быстрее, тоже на скорое задание вам. Итак, ребята, в первый конкурсный день с небольшим отрывом у нас выиграла Варя. 16 фишек и 12 фишек у Вани. До скорой встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok